В общем, продолжим наши эксперименты. Только что мы проводили опыт на доске. Сейчас будем проводить опыт на пенополистироле. В общем, опять же, многие, не зная того, просто пишут в интернете всякую чушь, по моему мнению. Типа того, что когда пенополистирол якобы загорается, клубы дыма образуются, из-за которых якобы люди задыхаются. И что невыносимый, жуткий, едкий запах от этого пенополистирола, когда он горит. Ну, давайте проверим, дорогие друзья. Горит ли вообще этот пенополистирол? Почему-то я не наблюдаю никакого черного клуба дыма, хотя пенополистирол плавится. Как вы видите, вот большая дыра образовалась, да? Но он не горит, он просто плавится. Никакого едкого запаха, как писали там, едкий запах, такого тоже нет. Ну и, соответственно, черного клуба дыма я тоже не наблюдаю. Давайте хоть весь пенополистирол сейчас, так сказать, исплавим, но вряд ли я здесь задохнусь и что-то со мной произойдет. Ну, опять же, это вот для тех, кто пишет всякие непонятные истории, не зная сам, что он говорит вообще, и не зная вообще этот материал, в принципе. Вот, видите, да? То есть я пытаюсь его зажечь, но он не горит, он просто плавится. То есть он через секунду, если убираем горелку, он просто через секунду застывает и высыхает. Никакого клуба черного дыма, никакого едкого запаха. Так что, дорогие друзья, опять же, это ответы на многие вопросы, которые вас интересовали, да, многие просто спрашивали о том, что как вот вообще СИП-панель ведет себя при пожаре и так далее. Надеюсь, ни у кого не будет пожаров, не дай бог, чтобы вообще когда-либо загорелся чей-то дом. Вот, но если вдруг даже это и произошло, наш эксперимент, как мне кажется, сегодня показал себя, то, что наша СИП-панель – это очень качественный материал и пожаростойкий. Всем удачи, дорогие друзья!